Самоходные артиллерийские установки А222 «Берег» являются редкими для вооруженных сил РФ, всего 36 единиц, и все сосредоточены на Черноморском флоте. Для этой системы используется производная от корабельной пушки АК-130, калибра 130 мм, используется в частности на ракетных крейсерах проекта 1164, которому принадлежала уничтоженная Москва. Длина ствола 54 калибра, дальность стрельбы до 23 км, заявленная скорострельность, 12 выстрелов в минуту, возимый боезапас 40 выстрелов. САУА-222 «Берег» еще в советское время был предназначен для перекрытия мертвых зон, которые не могут охватить береговые ракетные комплексы. Эта система вышла на испытания в 1988, а по факту была принята на вооружении только в 1996 году. Первый серийный комплекс был передан Черноморскому флоту в 2003 году. За все время было построено не более 5-6 комплексов. Каждый комплекс организационно представляет собой дивизион с тремя батареями по два самоходных орудия в каждой. Именно в связи со спецификой решаемых задач, такие дивизионы имеются только у Черноморского флота. А-222 «Берег» представляет собой самоходный артиллерийский комплекс с орудиями калибра 130 мм, способный самостоятельно и без помощи извне засекать и прожать различные надводные и наземные цели. Обеспечивается боевая работа на подготовленных и неподготовленных позициях в любое время суток и в широком диапазоне погодных условий, а также при противодействии со стороны противника. 130-мм орудие для «Берега» было разработано на основе пушки из состава корабельной установки АК-130. При переносе на наземную САУ пушка получила развитый дульный тормоз и эжектор. Качающаяся часть установки построена с применением компонентов самоходки 2С-19 МСТАЭС. Орудие использует унитарные выстрелы со 130-мм снарядами четырех типов, также взятыми у корабельной артиллерии. Обеспечена скорострельность до 10 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы до 20-23 километров. Целенаведение происходит в автоматическом режиме из машины центрального поста комплекса. Самоходная артиллерийская установка для «Берега» получила боевое отделение в виде поворотной башни крупного размера, вмещающей вооружение, место расчета. В боевом положении САУ размещается кормой в направлении цели и разворачивает орудие назад. Допускается поворот башни в пределах 120 градусов вправо и влево от продольной оси. Стрельба САУ-222 «Берег» в штатном режиме предусматривается батареей в 2 единицы, по некоторым данным возможно даже 6 единиц, управление огнем которых ведется с машины центрального поста, оснащенной собственной РЛС и оптико-локационной станцией. При этом, машина этого комплекса не имеет даже минимального уровня защиты экипажа и расчета. То есть здесь речь идет о факте незащищенной САУ с плохой живучестью на поле боя. Улучшить ситуацию можно скорее за счет отказа стрельбы сразу батареей, но это наверняка приведет к ухудшению точности ведения огня. Однако, судя по всему, сами военные УРФ в первую очередь считают важным показателем именно огневую мощь. При этом они утверждают, что эта система может бить по целям также и на суше. Что в номенклатуру снарядов КСАУ-222 «Берег» входят два основных типа – осколочно-фугасный F-44 и зенитный ЗС-44.